В соответствии с намеченными планами идет и масштабная реконструкция улицы Макайонка в Минске. Все работы завершат в мае следующего года. За их ходом пристально наблюдают и телевизионщики, что вполне логично. Ведь на Макайонка 9 находится Белтеля радиокомпания. Многие журналисты от метро до места работы могли бы пройтись с закрытыми глазами. За долгие годы маршрут изучен досконально. Правда, не сейчас. Необходимость расширения дороги возникла в связи со строительством нового жилого комплекса в районе. Так что пока пробки и неудобства. С надеждой на опережение графика работ тему продолжит Надежда Сербиненко. Строительные работы на улице Макайонка начались в мае этого года. Необходимость расширения дороги возникла в первую очередь из-за возрастающей нагрузки на небольшую двухполосную дорогу. Ведь сейчас напротив Белтеля радиокомпании возводится большой жилой комплекс. Макайонка попросту задохнулась бы от количества машин. Проектом предусмотрено уширение существующей проезжей части, доведение до норм дорог магистральных. То есть у нас будет по две полосы в каждом направлении с устройством разделительной полосы. Кроме всего прочего предусматривается устройство тротуаров по обе стороны шириной 3 метра. По четной стороне улицы предусмотрена велодорожка, где она частично будет совмещена с тротуаром. Заказчиком строительных работ выступает коммунальное предприятие «Гордорстрой». А сами работы выполняет строительный трест номер 15. Выполняются работы по переустройству инженерных коммуникаций. У нас вот мы находимся рядом с участком, где переустраивается теплотрасса. Улица расширяется, но основная сложность связана с тем, что движение у нас осуществляется постоянно по этой улице. Прораб на реконструкции улицы Макайонка Петр Нафранович. Он уже занимался расширением улицы Тимирязева, а сейчас работает на телевизионной улице. На стройплощадке под его началом трудится почти полсотни специалистов. И пока работы ведутся согласно плану. Я надеюсь, что всем улица в конечном итоге понравится. Пропускная способность, конечно, возрастет. За счет того, что она фактически увеличится в два раза. Ширина проезжей части. Также появятся новые левоповоротные съезды. То есть дополнительные полосы для поворота налево. Будет, я думаю, гораздо удобнее. Согласно проекту, на улице Макайонка оборудуют пять наземных пешеходных переходов, совмещенных с велопереездами. Четыре из них со светофорами. Для создания безбарьерной среды на переходах сделают нулевые борта и уложат специальную тактильную плитку. Появится и зона разворота. Для удобного подъезда к Белтелерадиокомпании. Макайонка 9. Это своего рода уже телевизионный бренд. Ведь именно здесь, еще в 80-х, появились два здания Белтелерадиокомпании. 20-этажный столбик виднеется еще с проспекта Независимости. Вот так. Издалека можно увидеть место, где каждый день создается белорусское телевидение. Больше полутора тысяч человек круглосуточно трудятся в Белтелерадиокомпании. К улице Макайонка я с трепетом уже отношусь. Потому что у нас есть дом наш и есть место, где мы проводим много времени. Тем более у нас такой творческий коллектив, очень интересный, с которым можно пообщаться не только на наши журналистские, скажем так, темы какие-то. И вот когда я слышу где-то название Макайонка, у меня сразу чуть-чуть учащенно начинает биться сердце. Все работы на улице Макайонка строители рассчитывают завершить в мае 2019-го. Этого момента коллектив Белтелерадиокомпании будет ждать особенно, чтобы увидеть свою улицу во всей красе. Надежда Сербиненко, Юлия Воробьева, Виктор Шпак. Агентство теленовостей.